Во дворце спорта «Триумф» прошел весенний турнир по баскетболу среди юношей и девушек на призы российского физкультурно-спортивного общества «Спартак». В нем приняли участие 8 команд из разных городов Подмосковья. За финальными играми наблюдали мои коллеги. Областной турнир объединил команды из Люберец, Зержинского, Раменского, Красногорска, Видного и Электростали. Воспитанник Люберецкой спортивной школы Олимпийского резерва Никита Галкин с легкостью обводит соперника и забрасывает мяч в корзину. Пять лет усердных тренировок дают результаты. Пришел на одну тренировку. Хотел сначала на футбол, потом понравилось и вот зачем. Теперь занимаюсь. Динамичность, просто удобнее как-то больше руками играть, то есть не нолями. Просто хорошая игра нравится. Конечно, лучше победа, но участие тоже важно. Люберчане завоевали главные трофеи турнира. Награды победителям вручил баскетболист Александр Дедушкин. Спортсмен отметил, что баскетбол – одна из самых популярных командных игр в России. Правила понять легко, хотя в них есть свои тонкости и сложности. Бежать прямо в бок, спиной и еще и прыгать в стороны. Соответственно, развивается координация, развивается физическая кондиция. Шахматы в движении. То есть тебе постоянно нужно думать. Ты должен видеть четыре своих партнера и пять соперников. Для того, чтобы не перехватили мяч, для того, чтобы ты мог отдать вовремя передачу. В завершении турнира, который станет Московской области традиционным, ребята приняли участие в мастер-классе от чемпионов России Александра Дедушкина и Виталия Ионова. Спортсмены показали технику передачи мяча и продемонстрировали, как в несколько движений обыграть защитника и дать хороший пас, который может помочь набрать очки команде. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.